Существует несколько принципиально разных способов очищать воздух в помещении, от содержащихся в нем посторонних частиц. Например, от обычных выживаний. Один из самых эффективных использует электростатику, а конкретнее электростатический фильтр внутрь, который способен очищать его не только от выживаний, но, например, от пухлыха, частичек аэрозолей и другой мелкоэффективной ситуации. Особенно важно это делать в помещениях, где идет работа с лекарственными препаратами, микроэлектрониками или производством концентратов, там, где могут образоваться опасные концентраты, светлоопасных аэрозолей, или просто вредные для здоровья компоненты. Во всех этих случаях отлично зарекомендовали себя электростатические фильтры, как же они устроены. Главный компонент фильтры – это набор металлических хвостей, с которыми натянуты нити, так что из металла. Если создать между нитями и хвостинами разницу потенциалов от нескольких килогольц, это приведет к появлению между ними электрического поля. В таких условиях на поверхности нитей образуется коронный разряд, похожий на тот, что появляется на проводах в линии электропередачи. А это обеспечивает ионный ток от нитей хвостином. При прохождении воздуха в пространстве между хвостинами, частички в линии приобретают собственный заряд, то есть ионизируются. В следствии чего притягиваются под действием поля хвостинами, имеющие отличный знак заряда. Вредные частицы локализуются у нас в сборниках и могут быть удалены, а воздух при этом очищается. В общем, достаточно простое устройство, которое еще иногда называют плазменным ионизатором. Одно из достоинств электростатического фильтра в том, что он способен очищать воздух от очень мелких дыр, размеров менее микрометра. От копоти и дыма, которые также являются аэрозорью, состоящих из мелких твердых дыр малого размера. Современные промышленные фильтры оснащены дополнительными компонентами очистки. Например, предварительным фильтром для очистки от наиболее крупных чисток. Или фильтрующими элементами на выходе, иногда с использованием активированного глядя, для окончательной очистки. Такие устройства потребляют достаточно много энергии, но очень случайно эффективно. Могут удалять более 95% запрещения в помещениях в площади 50 квадратных метров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!